Дифференциальная диагностика геморрагического инсульта с инфарктом мозга, в принципе дифференциальной терапии. Меня зовут Яковль Фегор. Инфаркт головного мозга, или же ишемический инсульт, как его чаще называют, это острое нарушение мозгового кровообращения с повреждением ткани мозга, нарушением его функции, средствия затруднения или прекращения поступления крови к тому или иному отделу. Геморрагический же инсульт это гипертоническое кровоизлияние в паренхиму головного мозга, которое сопровождается острым нарушением мозгового кровообращения, утратой функции пораженного участка, развитием патогенеза в перифокальной зоне. Признаки инфаркта головного мозга и геморрагического инсульта. Симптомы инсультов обеих форм напрямую зависят от чага возникновения. Среди общих признаков можно выделить головную боль, тошноту и рвоту, обычно обусловленные сильной головной боли, головокружение, нарушение сознания вплоть до кома, нарушение зрения, сухость полости рта и холодный пот. Отличие заключается в том, что при геморрагическом инсульте головная боль значительно более интенсивна, пациент описывает ее как нестерпимую, самую сильную, которую им приходилось испытывать. Головная боль при ишемическом инсульте, то есть инфаркте, менее выражена, а симптоматика нарастает постепенно. Если очаг поражения находится в правом полушарии головного мозга, развивается гемепарез или гемепрегия, конечности левой стороны тела. Снижается чувствительность левой половины лица и туловища. У левшей могут наблюдаться нарушения речи. У правшей данный признак отличается при поражении левого полушария мозга. В случае, когда развивается левосторонний гемепарез, отмечается нарушение речи, поражается правая сторона туловища, снижается чувствительность паралич. Когда очаг поражения локализуется в вертебробазиллярном бассейне, у пациента наблюдается нарушение координации движений, настройство со стороны зрительного анализатора, затруднение глотания, хриплость голоса, головокружение, которое усугубляется при запрогидывании головы назад. А также, проличи порезы на противоположное точегастроне туловища. Здесь мы можем видеть визуальные различия на некоторых видах исследований. ЭКГ, то есть как различается на перегеморрагическом инсульте и как выглядит на перешеническом инсульте. Также можем исследование глазного дна производить, КТ, МРТ, фингерно-контрастная ангиография. Принципы дифференциальной терапии. Важнейшим условием продуктивной терапии при любой форме инсульта является быстрое поступление больного в стационар, не позднее трех часов после приступа. В этом периоде риск развития тяжелых повреждений не так велик и вероятность отдаленных последствий минимальна. При геморрагическом инсульте это требование легче выполнить, так как он манифестирует внезапно. Средненное название геморрагического инсульта – удар. Симптоматика разворачивается сразу. При инфаркте головного мозга патологическое состояние дорастает постепенно, может пройти несколько часов, прежде чем станет ясно, что пациенту требуется госпитализация. Самый благоприятный период для терапии может быть упущен. Вот почему, несмотря на большую тяжесть геморрагических инсультов, геморрагические последствия при них менее выражены, чем при ишемических. В отличие о подходах к лечению разных форм инсульта, лечение ишемического инсульта в первую очередь подразумевает назначение тромболитической терапии, которая при геморрагическом инсульте может привести к летальному исходу. При инфаркте головного мозга иногда возникает необходимость оперативной декомпрессии с целью снижения внутричерепного давления. Спасибо за внимание.